И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Данное видео будет посвящено событиям, которые разворачиваются между Ираном и Израилем. Они не могут не напрягать, в частности, Азербайджан, Турцию, Россию, да и весь мир. В связи с тем, что данные события легко могут перерасти в Третью мировую. При этом в подбрюшье еще к тому же России. Запад в этом крайне не заинтересован. К тому же Западу выгодно показать бессилие, терезависимость Израиля от США. Крайне выгодно. Крайне выгодно показать мусульманскому миру, кто в доме хозяин. Это также выгодно самому Натаньяху. Потому что ни для кого не секрет, что после не столь давних событий, когда Израиль из-за провокации Хамас чуть не стер палестинцев в секторе Газа, у Натаньяху возникли громадные проблемы в самом Израиле. Народ выступал против него. Хотя народ Израиля выступал против Натаньяху еще до борьбы с Хамас. То есть просто, скажем так, отрицательный лекторат возрос. И для того, чтобы на фоне возрастающего с каждым днем недовольства в среде еврейского народа как-то прикрыть себя любимого, Натаньяху не придумал ничего нового, как вновь поставить свою же страну под удар. Как это он сделал в отношении Хамас. Об этом уже говорили многие израильские специалисты. Что Натаньяху не мог не знать о Хамасе, так же, как Натаньяху не мог не знать о том, что планирует Иран. Ну, не мог. И тем более удар по сирийскому городу, он не мог не знать, что это спровоцирует ответные действия со стороны, опять-таки, Ирана. Я говорю удар по Дамаску, по представительству Ирана в сирийском городе Дамаск. Так зачем же Натаньяху это сделал? Разве что, чтобы не прикрыть себя любимого, чтобы удержаться еще хотя бы энное время на своей должности? А там, глядишь, он уйдет от ответственности за свои преступления перед своим же, прежде всего, народом. Почему нет? То есть, заинтересованы все. Но давайте с вами все-таки зададимтесь главным вопросом. Если все заинтересованы, если каждая сторона имеет свой интерес, то имеет ли интерес, в частности, Россия? Ведь вроде бы эта война будет идти в подбрюшье России. А я вас удивил, что вполне возможно, Россия имеет определенный интерес даже в этих событиях. Россия войдет в Иран как миротворец. Помните, как Иран уже был разделен в 40-е годы между Великобританией и Советским Союзом? А ведь Владимир Путин любит часто вспоминать Сталина. Того самого, который разделил Иран. Может ли Путин сыграть в данную игру? Вполне да. Тем более, России сейчас крайне необходимы дополнительные военные. Дополнительные войска. Разве я в чем-то ошибаюсь? То есть Запад имеет интересы, Россия имеет интересы, Израиль имеет интересы, Иран имеет интересы. А страдать будут простые люди. У Азербайджана в этой связи очень сложная ситуация. Так же, как у Турции. Сейчас я объясню, в чем сложность. Иран – это 40 миллионов азербайджанцев. Израиль – это не просто братская страна. Это страна, которая всегда приходила к нам на помощь. И основательная часть граждан, которые являются выходцами из Азербайджана. Тяжелый выбор – предать союзника и братское государство или забыть про 40 миллионов азербайджанцев, которые по-любому попадут под удар. Сложнейший выбор. Иран нас к этому подготавливает. Обратите внимание, как незадолго до этих событий Иран вдруг решил проявить «добрую волю» и позволить азербайджанцам без визово посещать Иран. То есть, как вы понимаете, Иран к этому готовился. То есть, событие, я тирею, удар по Израилю никак не связан с тем, что Израиль нанес удары по Дамаску, по представительству Ирана в Дамаске. Потому что Иран ввел безвизовый въезд для граждан Азербайджана задолго до этого. За, как минимум, месяц. Никаких ударов по Дамаску тогда не было. Так что картина становится вообще потрясающей. Иран спасает Натаньяху. Иран позволяет Натаньяху еще дольше удержаться у власти. Да, для Иран на Натаньяху крайне выгоден. Так же, как для всех антисемитов. Потому что, пока Натаньяху держится у власти, есть шанс уничтожить сам Израиль. Но это так же, как очень многим было выгодно, чтобы Горбачев держался как можно дольше у власти, чтобы разрушить СССР. То же самое. Так же, как определенные силы надеются удержать президента США Байдена, рассчитывая то, что он уничтожит Соединенные Штаты. То же самое про Макрона. Ведь они зарывают свои страны. И то же самое в этой череде всплывает Натаньяху. Знаете, что меня еще поражает? Череда событий. Ведь смотрите, что происходит. Вначале Хамас воюет с Израилем. Затем Иран внеочередной раз выражает недовольство Азербайджану в отношении его близких отношений с Израилем. Но тем не менее позволяет азербайджанцам безвизовый въезд в Иран. Непонятно. С одной стороны недовольство Азербайджаном, с другой стороны безвизовый въезд. Идемте дальше. Непонятные участившиеся визиты глав иранских скажем так государственных чиновников в Турцию с попыткой улучшить отношения с Турцией. Дальше удары Израиля почему-то по Сирии, по Дамаску, когда все вроде бы было уже более-менее нормально. ответные действия Ирана, они ведь начались не с ударов по Израилю, а с того, что за день до этого иранская военная так называемая организация КСИР, защитников исламской революции, захватили корабль, принадлежащий одной из европейских компаний, находящихся в Португалии. Правда, эта компания входит в группу компаний, которые принадлежат еврейскому олигарху, израильскому олигарху, миллиардеру. При этом корабль шел из Арабских Эмиратов в Индию. Вас ничего не смущает вот в этой череде стран и то, что Иран захватывает это судно. Ведь там, наверное, ходят и другие суда, которые принадлежат также Израилю. Израильские суда ходят по различным морям. Почему они захватили это судно? Судно, идущее из Арабских Эмиратов, из мусульманского государства в Индию. А вот здесь, я вас удивлю, здесь есть и китайский след. Во всяком случае, здесь, возможно, имеет место китайская заинтересованность в том, чтобы произошло данное событие. Помните, когда Китай на сотни миллиардов долларов спонсировал Иран? Многие это помнят. И учитывая то, что ключевым соперником Ирана в Азии уж точно является Индия, а Иран, как я сказал, должник Китая, как вы считаете, мог ли Китай попросить Иран нанести такой своеобразный ущерб поставкам неких товаров в Индию? Почему нет? И весь этот сложный клубок может легко привести к Третьей мировой. То есть Иран, стараясь отвлечь свои народы на противостояние с Израилем, на Таньяху, который будет пытаться сохранить свою власть за счет войны с Ираном, они, эти две стороны одной медали, ради удержания своей власти, готовы поставить все человечество на грань Третьей мировой войны. Страшное будущее нас ждет при таких лидерах. Не так ли? Как-то так, дорогие друзья, и данная ситуация оказалась не столь простой и обычной, как нам с вами стараются показать или отобразить. Всем удачи, дорогие друзья. Жду вопросов, жду ваших мнений, которые вы можете отобразить в форме комментариев. Я с удовольствием их читаю, если они, правда, не в форме оскорблений моей стороны, моего государства и меня самого. А так вы можете описать свое согласие, несогласие с тем, что вы только что услышали. Мне было бы крайне интересно. Также я хочу попросить вас, чтобы вы не забывали подписываться на канал, ставить лайки либо дизлайки, ну, оставляйте комментарии, делитесь ссылками в соцсетях и не забудьте, что по данным видео я оставляю необходимые данные для поддержки канала вашего слуги. Теперь точно все. Всегда ваш Сеидов Камран. Удачи! И спасибо тем, кто оказывает поддержку. Удачи!